Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Fibonacci и добро пожаловать на прохождение игры The Quest. Давно уже я собирался начать прохождение этой игры. Сам с игрой познакомился, наверное, пару лет назад, еще когда лежал в больнице. Это у нас в первую очередь мобильная игра. Я также скачивал себе APK-файл, но тогда были проблемы... Игра платная, сразу скажу. Я буду играть на стиме, я покупал ее. Ну и на телефон она также платная, но никто не мешает скачать APK-файл. Собственно, что я в больнице и делал, скачивал APK-файл, но тогда были проблемы с русификацией. Была игра на английском языке, поэтому я, собственно, не стал в нее играть. Но я почитал на форумах 4PDA. Есть уже русификаторы мобильные, поэтому устанавливайте, дерзайте. Кто хочет, покупайте. Игрушка классная в стиле Муншейдис, только тут вообще полностью у нас открытый мир. И давайте начинать. Несколько недель назад с острова Фреймар, в дальней части королевства Мерсанта, пришли тревожные новости. Говорят, что губернатор то ли пропал, то ли заболел. Остров в смятении. Маги пророчат о тени, нависшей над безопасностью королевства. Ваше Величество, мы получили новости с острова Фреймар. Губернатора Хьюма не видели уже несколько недель. Некоторые полагают, что он мертв. Некоторые считают, что он тайно отправился к целителю из-за какой-то ужасной болезни. Военные окружили его замок. Я предлагаю отправить туда одного из наших агентов, чтобы выяснить, что там происходит. И еще, Ваше Величество, Ксерио, советник Министерства Магии, предлагает отправить определенного человека, новобранца. Он говорит, что это связано с древним пророчеством, называемым Возвращение. Я был поражен страхом и трепетом в его голосе. С тех пор он ушел в транс, и никто не может с ним поговорить. Я отнесусь к его предложению серьезно. Просьба и беспокойство Ксерио заслуживают внимания. Я чувствую, что дело гораздо важнее возможной болезни губернатора. Приготовьте новобранца к отбытию немедленно. Я извиняюсь, Ваше Величество, новобранец еще не готов. Ему потребуются недели, возможно месяцы, чтобы стать настоящим королевским агентом. Я все равно приму совет Ксерио. Им руководит мудрость старых искусств. Если новобранец особенный, то он выживет и сможет помочь нам. Ксерио никогда еще не ошибался. И кстати, а кто этот новобранец? И вот тут мы создаем такие персонажи. Есть несколько раз... По-русски нельзя писать, кстати. Так, пол мужской. Вот есть несколько раз. Росвим, изерим. Я ждем на охотнике. Ловкость, выносливость, точность. Я буду магом. Либо вообще некромантом. Вот я думал, может быть сопротивление... Так, сопротивление болезней. Яду. Могут стать свирепыми воинами или темными магами. Вот он, темный маг. Личность у них сразу минус 5. Все будут плевать нам в рожу. Если я выберу такого. Сила минус 5. Кражи, заказные убийства, разбойник. Чего-то типа того. Это маги. Самые сильные маги. Интеллект, магия, лечение. Заклинание, лечение легких ран. Так, я еще, когда 2 года назад играл, понял, что тут имбовые маги и лучники. То есть, да, любые дальники, да, издали, чтобы бить. Ну, прикиньте, если в Муншейде, да? Ну, там и так можно было заклинаниями. Но если постоянно вот ты так стреляешь, стреляешь, стреляешь. Они физически сильные, намного выносливее, хорошо выдержат инфекции. Ну, уязвимы к магическим атакам. Да вот надо минус 50 сопротивления магии. Вот это мне, конечно, вообще не нравится. Имеет высокое сопротивление ядам и инфекциям. Но уязвим к урону от заклинаний. Это просто ужасно. Во грех хера, во тьма магов будет. Просто хрен во тьма магов. А силы-то зачем им? Плюс 5. Так, ладно, берем мы сей, ой, сей рейдерта. Вот дерт. Дерт. Маг. Так, Хария. Мужики какие-то вообще... О, что это за ужас? Ну, какая девка симпатичная. Вот я ее и возьму. Тогда я буду девушкой. Так, выберите класс. Вот. Магия лечения. Магия лечения. Если же брать, опять-таки... Ну, есть вообще боевой маг, который с легким оружием, но не. Боец, вор, следопыт, жрец. Так, подождите. А если взять все-таки раз свим? У него че? А, да в принципе то же самое. Маг. Магия защиты, магия атаки, магия окружения. Ну, не. То есть, получается, как такового темного мага нету, да? Погодите, у них все одинаковое? Все одинаковое. Да-да, Дерт. Магия разума, магия атаки, сопротивление магии плюс 30. Нифига. Точно, Дерт. Однозначно, Дерт и маг. Чистый маг. Легкое оружие. Магия лечения. Магия защиты. Магия атаки. Магия окружения. Алхимия. Убеждение, конечно же, прокачать бы, наверное. Магия разума. Магия защиты. Магия атаки. Блин, что-то тут как-то много слишком подразделений этих всяких магий. Жрец. Легкое оружие. Доспехи. Магия лечения. Магия защиты. Алхимия убеждения. Нет, Дерт. Зажрец это что-то среднее. Вот. Чистый маг. И изменить первичные навыки. Магия, эффективность заклинания окружения. Определяется интеллектом. Надо оставлять. Легкое оружие. На кой черт? Влиять на урон легкого оружия. Определяется ловкостью. Вообще, нахрен не нужно легкое оружие. Убеждение. Влиять на шансы убеждения во время диалога. О. На. Вот и все. Магия атаки, магия лечения, защиты окружения и алхимия. Алхимия тоже пригодится. Лицо. Куда мое лицо делать? Вот она. Уф. Нифига какая. Так. Все. Готово. Создание персонажа. А. Когда вы пребываете, вас поджидает житель. Добро пожаловать, мой друг Ябрил, верный слуга короля, Мирсанта. Слава Мирсанту. Мы ожидали вас, хотя вы опоздали на пару дней и нам пришлось использовать этот подземный тоннель, чтобы провести Дерта на остров. Похоже, Мирсант действительно считает, что ситуация с губернатором требует немедленного вмешательства. Хм. Вы не очень похожи на королевского агента, но вы можете научиться. Ах да, я получил ваше снаряжение. Просто покиньте эту пещеру через западную дыру и все будет в порядке. Новое задание, главное задание. Так, а почему вы здесь? Это все о губернаторе. Это главное задание губернатор. Наше худшее опасение, что его отравил кто-то, кто хочет управлять фреймором. Но никто точно не знает, что происходит. Матрас довольно далеко от столицы острова Фреймор. Вы можете узнать больше в Астаресе, городе далеко на юге отсюда. Просто идите по дороге, тамошняя гильдия воров может быть ценным источником информации, но вы можете не найти их. Вам придется как-нибудь привлечь их внимание. Никто не должен знать про ваше задание, кроме доверенных лиц Мерсанта. Не забывайте, для всех вы путешественник из Бераквила, даже если вы на него не похожи. Хорошо, Брилл уходит. Летающие крысы. Произнести заклинание. А что у меня только? Лечение легких ран, каменная кожа. Горящая рука. Вот, заклинание смерти. У вас не может быть заклинание смерти, так как вы живы. Как? Все же живы. Жахни в него. Это только в упор. Вот и взял заклинание. На. Тупая крыса. О. Зелье лечения от яда. Тупая летающая крыса. Сюда выйти надо, да? Что у меня по мане? Все в порядке. Так. А здесь еще одна. О. Эй. Марисола. Да снизойдет на вас благословение в этот прекрасный день, Фибоначчи. Тувы. Меня зовут Марисола. Я дочь Гурма. Мой отец лесничий. Он лучший лесничий в мире. Мы живем в хижине неподалеку. Но что вы делаете здесь? Вам не страшно? Была большая буря. Я забежала в пустое дерево, чтобы не промокнуть. Я выжимала дождь из волос, когда уронила зеркальце. Оно упало туда. Я ищу его. Я должна найти его, иначе отец побьет меня. Он сказал, что получил его от настоящей принцессы. Оно серебряное и прекрасное. Вы мне поможете? Однако берегитесь летучих мышей, они могут кусаться. Возможно, они забрали мое милое зеркальце. Пожалуйста, помогите мне, чтобы я вернулась домой. Я попробую, девчушка, но не обещаю. Найти зеркальце Марисолы. Итак, игру я буду проходить, так сказать, в формате, формате квестов. Ой, летучая мышь оборотень. Потому что по игре, да ладно, ты сразу двоих разнес. По игре нету вообще в интернете никаких гайдов по поводу прохождения и так далее. Это я еще узнал, когда, собственно, первый раз в нее и начал играть. На английском языке и ни хрена не понимал. Что надо делать, что выполнять и так далее. Я не понимаю, в этой пещере искать или нет. Кто-то там за мной летает. Ну и, естественно, я не помню. Вот это задание я, по-моему, вообще не выполнял. 5. Глубанной мыши. Она почему-то по два раза летает. На. Да, конечно, вот выбрал мага и что теперь мне с маной делать? Вы наше красивое зеркало. Попить хотел. Тут же есть еще уровень голода, по-моему. Нет, ну тут зачем-то еда, вода нужна будет. А, за тем, чтобы отдыхать. То есть, точняк. Чтобы отдохнуть. То есть, можно отдохнуть и восстановить всю ману. Все здоровье. Но для этого всегда надо будет еду и воду тратить. Так, вот какой-то свиток. Грибочки. Это все надо собирать. Это у нас книга основы торговли лошадьми. Обучает оценка плюс 5. Вы еще не читали эту книгу. Так, это мы все забираем. Закрыть. Так, инвентарь. Ну, ваша история. Вы еще не читали. Ветер жестоко завывал в тот день, когда брат Колм нашел вас посреди монастыря. Обходя монастырь во время утренней молитвы, он услышал плач, похожий на ребенка, дойдя по нему до внутреннего собора, он обнаружил вас в пеленках и согрел в своей мантии. Ваших родителей так и не нашли. Как и не была решена загадка того, как вы здесь оказались. Вы процветали под опекой монахов и жаждали внешнего мира. Книги в библиотеке были вашим единственным спасением. Однажды, впечатлившись новой книгой с изображениями дворца короля-мерсанта, вы приковали взгляд к картине тронного зала. Внезапно ваша голова стала гудеть, и вас ослепила сильная вспышка. Когда вы открыли глаза, то оказались в каком-то тронном зале, но были скованы каким-то заклинанием. Король-мерсант стоял возле трона. Мужчина, держащий посох архимага, подошел к вам. Затем подошел сам король и взглянул вам в глаза. Как вы здесь оказались? Какую магию использовали, чтобы пройти через защитные заклинания этих покоев? Вы понятия не имели, о чем он говорит, но знали, что врать не стоит. Сэр, сказали вы, я не знаю, что произошло, моя голова начала болеть, а желудок стала выворачивать, а потом я здесь. Маг заверил короля, что вы безобидны, но отметил, что никогда не слышал о том, чтобы ребенок использовал такие силы даже без обучения в совете магов. Ваши таланты пригодятся, вы стали его учеником. Жизнь в монастыре стала отдаленным воспоминанием и кажется чужой жизнью. Столько всего произошло с тех пор. Благодаря обучению и терпению множества магов Совета Мерсанта, вы только что прошли первое магическое испытание. Вот почему вы готовитесь к первому заданию, к путешествию. Хорошо. Так, подождите, прежде чем все книжки остальные читать, надо бы... Тут еще, кстати, есть ночь, когда все жители уходят. О! В нашей книгу учебник по основам алхимии. То, что мне надо как раз таки. Так, девочка, девочка, девочка. Видите, какие-то кнопки на миникарте, вот что они значат, ну, возможно, это значит скелет, хотя... может, тут могут быть какие-то секреты. Что, я вроде все обыскал, эй. О вашем зеркале. О, милая дама, это оно, разве оно не похоже на зеркальце, принадлежавшее настоящей принцессе? Оно мое. Получайте свой королевский поцелуй и свои королевские объятия. Вы такая замечательная. Я никогда не забуду вас. Мой отец сошел бы с ума. Спасибо. Вот все, что я могу вам дать. Вода, немного яблок и одно из моих ожерельй. Я никогда не забуду вашу помощь. Ай, и еще кое-что. Мама с папой водили меня в пагоду на рыбалку, но теперь перестали. Ходит слух, что орк захватил мост и не уходит. Мама боится, что он меня съест. Если будете там, вы можете избавиться. Можете избавиться от орка? Пожалуйста. Пагода далеко на юг отсюда, через Йорник возле озера Брендан. Я его обожаю. Я выловила там столько рыбы. Пожалуйста, попробуйте убить орка, а затем вернитесь и расскажите маме. Мне пора. И дала мне еще одно задание орк на мосту. Так вот, я так собственно и недорассказал. Ваша слава повышается, амулет Морисола, два яблока, вода. Ну вот, жрачки дала хотя бы. Где амулет? Где блин амулет? Вот он. Магия окружения плюс 5. Почему нет? Одеваем. Так, а еще, а еще книга основана на, так, торговле лошадьми. Оценка увеличена на 5. В основе этих знаний здравый смысл. Вы же не продадите козу за 10 золотых, чтобы потом продать за 5. Если можно получить 100, верно? Боги помогают вам, если у вас совсем нет мозгов. Однако, если у вас с самого начала есть торговая жилка, этот фолиант повысит ваше умение торговаться с торговцами и получать самую низкую цену при покупке и высшую цену при продаже. Высокая личность поможет торговать с продавцами. Хорошо, спасибо. Рассы. Потом прочитаем. Учебник по основам алхимии. Поехали. Алхимия на 3. Навык алхимии позволяет вам выводить собственные зелья и микстуры из разнообразных ингредиентов, которые можно найти в мире. Полный список можно найти в списке ингредиентов. Используя пестик и ступку, тщательно смешайте ингредиенты, чтобы создать уникальные смеси. Каждое зелье имеет однократное воздействие при выпивании или использовании, вроде лечения или уменьшения допустимого веса. Так как вы лишь начинаете изучать алхимию, постарайтесь не взорвать варево. Весьма больно выбирать осколки стекла из кожи пинцетом. И плохой взрыв может привести к подобному результату, если вообще не убьет вас. Так, ну и собственно, хотя вы не ученик, приобретя, изучив книгу энергии черного солнца алхимика, вы улучшите ваши алхимические навыки и сможете создавать притворные зелья высшего уровня. Приворотные. Извиняюсь. Ну и тут что надо? Тут куча просто травы всякой будет. Просто огромная куча. А это заклинание горящая рука. Вы уже знаете, вы уже знаете. Каменная кожа, лечение легких ран и пух. Тут я знаю, все это надо продавать. Так, он мне сказал выйти через дыру, да, похоже, вот эту. а это что? Телепорт больше не работает. Понятно. Опять это как будто кнопка на стене. Так, ну вот дыра. Я хотел бы выйти. Я вышел. И вот у нас начинается открытый мир. Так, ну вот всякое барахло. Возможно, ну я буду по дороге, конечно, собирать, но побольше. Так. Амазонка какая-то. Не. Видит она меня? Видит. А и чем я ее бить собрался? Мне нечем. Мне надо сначала отдохнуть. Вы хотите войти? Куда? А! Черт! А тут я могу отдохнуть? Да? Да, почему нет? Все, вот такой вот отдых. Отдых, тратится какая-то еда, ой, блин, и ночь. Тратится какая-то еда. Так, она вообще мне покоя не дает. Мне надо ее как-то так обойти, чтобы я успел к ней подойти. Чтобы она меня не трогала. Она все равно меня потрогает. Ну, ладно. Ай! Ай! Юная лучница. Блин, такую соску даже убивать жалко. ну, зачем ты а мне попалась? Че по хп? На тебе кулаком. Мимо куда собралась? Так. А че он не бьет-то вообще? Я тебя понял? понял. Не дурак, был бы дурак, не понял бы. А где оружие-то мое? Ха! А у меня нету никакого оружия. У меня только ступка есть. Золото. 50 голды. О! Бабищик отходит. Ты че там лазишь? Эй! 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 Так. А возможно тут будут какие-то квесты по поводу я так все-таки никак не дорасскажу. Кто-то еще на меня сагрился. Я хотел сказать по поводу того, как я буду снимать. Я буду снимать по квестово. То есть там кто-то с мечом. То есть не то, чтобы серия там 40 минут. Взяли один квест, выполнили, закончили. Дальше квест. Если квест будет короткий, то буду сразу как бы по два видео выпускать. Я думаю так будет удобнее. Как раз и будет какой-то гайд. Это просто все из-за того, что там еще скелет, что я не уверен, что есть полноценный русификатор на телефон. И чтобы было удобнее. что они какие-то все тупые, а? Ты чего убегаешь? Это кладбище. Тут мне делать нечего. Вот, надо пойти и взять какой-то квест. Ну, это надо идти в город. Вот у нас город. Хотя сейчас будет как вступление, создание персонажей и все такое. Здорово. Что скажешь? Ничего. Ты у нас что? Проститутка Люсия. Хочешь поцеловать героя? Что она ничего не ответила. Про болезнь. Что за болезнь? Вы можете подтвердить слухи про здешний плохой воздух, дорогуша? Да, путешественник, пожалуй, мое положение хуже, чем у Брены и Маяны. По какой-то странной причине на этой улице воздух особенно пахуч, но и дела тут идут в гору, поэтому я никуда не ухожу. Про контрабанду. Прошу слушок, что остряк может разжиться редкими товарами в этом городе, это правда. Я могу что-нибудь об этом знать. Если вы в обмен, подбросите пару момент, я дам вам нужную информацию. Хорошо, держи просто за твои красивые глаза. От души и дорогуша, вот что мне известно, они пользуются складом, который находится в портовом районе. Большую часть времени он заперт, но насколько я знаю, в него есть тайный подземный ход. По крайней мере, есть слухи о подземелье, где моряки хранят нелегальные товары. Но я не знаю, как туда попасть. Вот это все барахло можно обыскивать. Вот так. 60 золота еще. А всего у меня там 700 хрена можем. Так, тюрьма матерса. Вот эта тюрьма с деревянными стенами. Пусть а домики пока я осматривать не буду. Тут почти что в каждом домике что-то можно кого-то встретить кто дает квесты. Ну прикольная игра очень прикольная. Полно квестов интересная есть полноценный сюжет. Надо только вот влиться понять с управлением определиться. И собственно все. Так а я отсюда разве пришел? О вот из этих по-моему можно пить. нет не пить а просто можно воду получить там. Это у нас порт. Пусто. Почему у тебя пусто в бочке а? Мне везет в картах повезет в любви. Мне сегодня похоже повезет дважды. Все то же самое. Маяна. Проститутка Маяна. О исцеление от яда. Ух нифига тут. Отмычка новичка. Пусто. Пусто. Так что это такое? Ничего. Это что такое? Вы нашли хлеб мясо грибной ром черное пиво вода и зачарованный нож. Так ну вот какое-то оружие у меня есть теперь да? Где нож? А где нож то? А книга зачарованный нож. Вы еще не читали эту книгу? О ачивочка получена книжный червь. Классно. Когда-то жил юноша поклясшийся что ни за что не выйдет за девушку которая не будет принцессой. Однажды он отправился в дворец чтобы просить у короля руки дочери. Король был недоволен и сказал за 8 дней ты должен приручить трех лошадей которые не имели хозяина. Первая белоснежная вторая рыжая как лиса с черной гривой а третья черная как уголь с белой гривой и ногами. Ты также должен принести подарок королеве моей жене столько золота сколько смогут унести три лошади. Юноша понятия не имел как это сделать. Но к счастью это услышала принцесса и посчитала его таким красивым что написала письмо которое тайно отправила ему. Этой ночью пока отец спал она осторожно проникла в спальню отца спрятала в безопасном месте прежде чем отойти ко сну. Затем верная служанка принцессы привела юношу в ее комнату и она рассказала ему где найти трех лошадей которые нужны ее отцу. Найдя их он должен достать зачарованный нож и позволить ему искупаться в солнечных лучах пока весь лук не покроется солнечным светом. Лишь тогда лошади подчинятся его воле. Когда они будут в безопасности сказала копай под ним ножом и ты найдешь три мешка золота забрось их на лошадей отведи их обратно и объяви меня своей женой. Юноша сделал все как она сказала он нашел лошадей дерево и золото и отправился обратно к королю. Увидев его король удивился тому что он выполнил задание но ничего не спросил после свадебной церемонии он спросил у юноши что бы он хотел в качестве свадебного подарка на что парень ответил благородный король я всего лишь хочу чтобы ваша дочь была моей женой и всегда наслаждаться вашим зачарованным ножом и зачем же он про нож рассказал такая вот история так книжку я прочитал еще тут нельзя преступление делать нельзя воровать вот склад нет ответа но туда есть какой-то подземный ход да мне сказали типа где-то здесь типа где-то здесь чертова знает где угодно может быть так мне надо вообще оружие для этого мне нужно утро дождаться утра так я все бочки тут пособирал в бочках много всего по еще целая партия бочек пусто веревка вонючий сыр даже брать его не стоит его есть нельзя малое лечение нечисти да тут я уже что-то подзаблудился где я бывал где я не бывал вот через какие-то можно ходить через какие-то нельзя ходить деревья я имею виду это я только что собирал о день наступил день наступил днем можно теперь и купить оружие во-первых вообще любое просто чтобы оно было ну чтобы добивать вот сейчас нужно чтобы добивать да чё ж тут чё ж тут шлюхи на каждом углу а чё за город такой блин легкое оружие старая дубина но это наверное не самое лучшее что можно купить вернее что можно одеть обучение навык убеждения стоимость 144 сейчас пока бабла нету торговля ну вот чуть-чуть еды да у него продать но у меня есть 5 есть мясо хлеб вода все у меня есть не надо мне у него ничего шел нафиг карты есть можно сыграть в карты сколько поставить 10 20 колода чародей оу а как играть то в них а они все на английском да солнечный узел 50% дополнительного урона на ход уменьшает атаку соперника на 2 хода на 2 заход ходов 3 наносит 3 урона заход у него здоровье 40 у меня здоровье 40 вот давай вихрь лезвий так и он мне тоже вдарил а чем у него 35 36 восстанавливай здоровье на 2 заход килимся он опять продолжает меня бить наносит 1 урона заход ходов 6 класс а это чё миньон наносит сопернику 2 урона каждый ход здоровье 4 ну блин у меня таких нету отражает 25% полученного урона на 5 урона на уменьшает уменьшает атаку на уменьшили берем больше здоровья 1 урона 5 ходов на еще тебе дебавчик такой вот так здесь я тоже я тоже так умею понял лох сейчас я тебе устрою на а он опять миньона призвал да миньон 50% дополнительного урона отражает 5 урона и лишает его одного маркера на и миньона убрал класс он опять лечится на убить нахер у меня здоровье тоже много меньше 5 лишает его одного маркера что это 10 урона заход ты че охеревший он меня убить собрался на 2 есть я этот маркер убрал у него 5 5 урона все изи мой выигрыш 40 ну вот и в карты сыграли вот такие вот карты так мне нужен оружейник вот в этой части города я вообще не бегал пусто о ремень монетки а у меня манты опять нету да одевай одевай это одевай пока ой щит есть прикольно так по этим домам будем ходить потом как я и сказал все будет чисто по квестам квест у меня есть убрать орка хотя возможно это он сказал далеко на юг возможно это очень сложный для меня быть квест ну пофиг тут я был так вон портяжник вижу ножнички здесь кто алхимик че у меня с зельями это что рассеивает магические эффекты вот восстанавливать 40 маны а всего у меня 125 маны левел бы взять конечно ну ка а может с тобой поговорить вот он задание не дает а обучение алхимия тоже дорого торговля оу май 100 маны 58 стоит но я думаю парочку купить таких надо потому что без маны я вообще ничего не умею ничего не могу раз два три четыре хватит уйти зачарование поговорить про книги заклинаний о магазине так не надо торговля обучает лечение пролеча лечение ран не легких ран а ран классно обучает обезвреживание ловушек вот вот в чем прикол я вспомнил тут не надо качать взлом обезвреживание будут попадаться жезлы свитки и так далее которые будут обезвреживать и взламывать намного лучше чем вы сами тоже без задания обучает он кстати ремонту а вот ремонт нужен так незачаруемый 26 612 умеренно зачаруемый можно его зачаровать я любой могу одевать а я только вот такой смогу взять я вообще никакой сейчас брать не буду раз уж на то пошло мне наверное лучше это доспехи да так вот портяжник поговорить ну да какой-нибудь доспех купить вот такой хотя бы чтоб меня уж сильно-то не били и все все дубинка у меня есть какая никакая но есть это одели бабла нету пора выполнить задание пойдем убивать орка далеко на юг мне сказали я не на юг совсем побежал отдохнуть сначала нужно когда вы идете через мост мягкий ветерок неожиданно доносит до ваших ушей странный женский голос будь осторожен мой дорогой крепись мне сказали бежать тупо по дороге кстати тут целый сад с растениями разными я хотел бы отдохнуть орк на мосту я помню задание я его выполнял этот наверное нет помню тут еще куча подземелий всяких будет юная лучница блин она прям передо мной надо отойти от нее вот так и заходить вот отсюда о это другое дело ты не отбегает меня а мать 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 может быть надо было заклинание купить действительно за заклинанием смотаюсь отчет надо было дубинкой добивать что раньше помню что тут не были амазонки разбойники какие-то были а может я просто их не попадался только раз в день так подождите а заклинатель у нас вот а а я смотрел тут ничего полезного для меня и нету о зато ей можно продать то что я уже знаю на-ка ух лечение легких родна на на свитки горящая рука зачем она мне нужна а нет щит каменной кожи у меня есть каменная кожа 30 уровня что это дает изучение от яда ладно оставляем блин нету заклинаний пока у меня только дебильные заклинания но тем не менее все равно побежали мне кажется орков я сейчас вообще никак не одолею взять бы какой-нибудь левел ну кстати блин ах ты ж дрянь о там какие-то еще твари начинает меня избивать никак я не при это вот видите как имбово быть стрелком может мне надо было лук просто купить ваша о урень 2 ахп вылечил хер ну ладно это по-моему тоже да ягоды силы гублины надо уже опять а погодите у меня же есть у меня же есть лечение о легких ран нифига выхилил так качаемся качаемся левел все же я не пойду сейчас на орков мне кажется меня там просто убьют нахер так а че здесь качать то надо навыки ну сначала что-то из этих да ну мне допустим выносливости бы побольше она че дает влияет на здоровье сопротивление вес вот то что надо то что мне надо это выносливость интеллект сопротивление полечу параличу и максимальное число мест для метки а и личность еще да не помешало бы на на цену на цену вещей сопротивление прилечу уровень расположения других персонажей раз два а по два тогда че тут че тут тогда думать магия лечения 27 магия атаки вот мне чуть-чуть его прокачать чтобы я их с одного выстрела убивал убеждение давай лечение давай блин а тут особо-то и нечего магия защиты алхимия вот я все 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 прикрык прокачал кроме магии окружения это что пока неизвестно да ремонт надо будет еще ну все прокачались да умение эффекты так ну собственно что для знакомства с игрой я думаю этого будет достаточно пока будем сейчас какой-то квест брать который не к орку тут всемирная карта вот такая у нас орк где-то блин аж а вот тут он да ну кстати не так далеко не смотаюсь смотаюсь корку но уже тогда следующей серии ну а если понравилось видео поддержите лайком а также подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые выпуски с вами был фибоначи и пока пока пока